Приветствую вас, дорогие друзья, на связи с Эмилик Антунов. Так, сегодня у нас античный бархат, Сатифия, производство Трейдоса, это наше собственное производство, я вам показывал мастер-классы, ну или последние были мастер-классы по Сатифии, по античному бархату, теперь у нас есть возможность построить это, как я говорю, уникальный, так сказать, продукт, уже как он смотрится не только на планшетах, но и, так сказать, на стенах. Чем он хорош, чем он, так сказать, меня подкупает, как материал, ну, во-первых, потрясающе в работе этот материал, то есть он за счет этих вот шариков микроскопических, он создаёт такой потрясающий эффект глубины под разными углами. Сейчас попробую чуть ближе, может, сейчас поменяю еще, лампу поставлю вот так, может, будет еще интереснее видно. Вверх-вниз. Значит, в чем суть, чем хотел, так сказать, поделиться на этот раз, так сказать, в моей аудитории. Первое то, что это, что я практиковал на этом объекте, мне очень понравилось, когда мы рисуем рисунок еще на первом слое. То есть, вы помните, может быть, я уже практиковал подобные вещи, когда мы делали модельной массой, фактурку марракешек, а потом уже скрывал их, так сказать, лазурью волшебными, то здесь этот материал позволяет, так сказать, уже с первого, с дубля первого слоя уже создавать этот рисунок непосредственно уже этой массы перламутровой. Я назвал ее так, ну, хотите, назовите, такой перламутровый мармаринчик, может, вот это с фракцией стеклышек, ну, с шариков, вот она по фракции очень такая, тоже, может, мини такой мармаринчик, то есть, мармаринчик live. Ну, чтобы я так сказать, буду меньше рассказывать, больше, может быть, показывать. Значит, по материалу сейчас я пробую показать, какая там густота, вот он получается такой густой в ведре, то есть, такой, да, достаточно густой, как пластилин. Возможно, он нам и такой густоты не потребуется, поэтому для того, чтобы сделать его, так сказать, более податливым, но и более, так сказать, в работе, чтобы было легче в работе, я его добавляю водички. Водички добавляю не на всю емкость сразу, потому что у нас опять-таки жарко и, возможно, у нас все возьму такая своеобразная реакция, она, чтобы вас тоже, так сказать, не настораживало. Такой легкий нашатырёвчик. Что это? Это, ну, это, так сказать, предположение, что та слюда, на которой замешан материал перламутровый, слюда перламутровая, она вступая в реакцию с полимером, вот как идет вот этот нашатырёвчик. Ну, это даже и в Чебосе. Мы когда работали итальянским материалом, тоже вот этот вот фокус стоит, испанцы тоже. Вот я тогда не мог понять, что это такое. Теперь уже, когда столкнулся с производством, собственно, ну, лично непосредственно понял, что это ничего тогда, никакого нашатыряка не добавляет. Я думал, что добавляет, как как антисептик, антибиотик. Нет, ну что, я продолжу. Просто реакция наша разговаривала по поводу отличного бархата, наше собственное производство на базе трейдоса. Что с вами представляет этот материал, уже с мастер-классов знакомы. Вот сейчас вам покажу свою наработку, что касается нанесения, ну, как бы вам говорить, такой нестандартный, может быть, подход к нанесению, а именно. Сейчас я вам здесь запечатлим. Вот так, наверное, будет с руки. Сейчас я перенесу свет. Значит, чем он заключается, этот... Перед тем, как нанесение здесь мы прошли универсальной грунтовкой нашей, концентрированной, развели ее один к пяти. Потом прошли подлодочной красочкой. Краска грунт, кварцевая. Тоже мы ее подколеровали. Сейчас сатифия у нас не колерованная, то есть в чистом виде она уже такой имеет, ну, такой, кремообразный, как небеленный холст цвета. Значит, еще раз, в чем прелесть это... Хотел поделиться с вами вот этой наработкой. Значит, мы... Вы знакомы так, с мариканской штукатурочкой. И помните, да, что мы сначала ложили первый слой, а потом уже, так сказать, на ней рисовали. Или, если вы помните, я на модельных массах рисовал, а потом вскрывал перламутром. Здесь я объединил эти, так сказать, две школы. И попробую сделать вот что. Я попробую нашим античным бархатом. Вот такая фракция у него мелкая есть. Уже буду рисовать... Уже буду рисовать рисунок. Буду рисовать рисунок на... На подложке. Значит, здесь у нас что получается? Мы его практически... Вот так я сейчас покажу. Ложим, да? То есть, меняя угол шпателя, да, мы получаем. Когда хотим положить материал, мы угол делаем меньше, материал ложим. Если хотим материал снять, мы угол увеличиваем. Ложим на толщину вот этих вот шариков микроскопических. И уже за счет того, что у нас эта шелкография, уже можно его, так сказать, бархатить в разные стороны. Создавая потрясающий перелив шелкографии. Об этом чуть попозже. Сейчас, зима, идея. Вот мы положили, да? Материал. Потом обыграем эту всю стенку. И вернемся к чему? Что мы потом этим же материалом будем накрывать. И что мы получим в итоге? Получим вот подобную... Сейчас вам еще здесь покажу. Подобную игру. Вот эти все вещи, которые вы видите, надеется, что камера, так сказать, его передаст, это игру свечение, это мы имеем на первом слое. А потом мы его накрываем и получаем такие потрясающие переливы в античном бархате. Что еще важно отметить? Ну, я еще буду показывать. Но когда вот мы его, так сказать, положили, где-то у нас может быть еще какие-то пожелания, предложения, мы можем еще легкий маракешек еще положить на него после второго слоя. И пригладить его тоже. Или на следующий день на тактильность проходим. Вот есть у нас такие-то заусенцы. Мы можем шпателечком все это снять, чтобы на тактильность он был очень классный. Поэтому, ребята, не переключайтесь. Стоитесь с нами, далее буду. С вами был Иль Кантонов. Пока. Так, следующий момент. Еще раз. Проверю соединение. Значит, мы остановились на том, что я накидывал первый слой. Сейчас еще раз коснусь. Ну, что здесь важно? Мы накидали, то есть практически, ну, как... Накидали, так сказать, этих пятеншек потом. Как мы называем их островки. Ну, потом мы эти островки соединяем. Чтобы у нас таскает, не было разрозренных. Если, например, материал у нас попадает таким легким марракешиком на эти островки, то это тоже хорошо. По идее, вот этот вариант, если кому-то интересно, когда есть и глянцевая и матовая поверхность, тоже это, так сказать, имеет место быть. Тоже оно очень, так сказать, эффектно смотрится. Вот. Ну, здесь у нас была другая история. Следующая история. Следующая получилась... Жирная. Жирный марракешик в том плане, что сам материал получает где-то в районе 400 гривен. Там, там, кругом бегом где-то около 15 евро килограмм. И плюс... И расход, да. То есть, я бы, так сказать, не уложился. Так как я беру работу с материалом, то это было бы, так сказать, мне очень накладно. Даже, так сказать... Собственно, могу говорить, работая, так сказать, технологом на... Участовать, так сказать, производство этих материалов. Тогда что я решил? Что если я хочу такой жирненький сделать, то, в принципе, можно и сделать сначала фактуркой, да. Это может быть наша штука экстра, это может наша быть универсальная штука, шпаклевочка. То есть, она идет и для наружных, и для внутренних работ. Кстати, вот этот материал тоже, он идет и как для внутренних, так и для наружных. То есть, примечательно, что наши материалы, больше половины, они универсальны. Они как для наружных, так и для внутренних. И сатифи или античный бархат здесь не исключением. Там, повторю, что это был аналог. Мы его срисовали у итальянских... Ну, было как за основу. Взяли... Вдохновило меня, так сказать, итальянские. Материал, аниме мундия, новоколовский. Вот. Я помню эту историю. Я взял этот материал, о нем, где я занялся несколько фирм. Вот. Чтобы они, так сказать, сделали на его основе. Наш, собственно, так сказать, уже отечественный материал. Такого качества и такого эффекта, такого внешнего вида. И там он был такой, на керамическом, я так понимаю, может быть, на мраморной основе. Вот. А здесь мы уже со стеклянными шариками. И что здесь оно дает? Когда мы ложим, да, этот материал, то, получается, эти стеклянные шарики, они позволяют с легкостью справляться с... То есть, он как будто скользит по этим... По поверхности. Что шпатель, да, что ласточка, что сокол. Вот. То есть, эти шарики дают нам, не дают нам положить лишнего. То есть, мы когда снимаем, вот как раз снимаем на толщину этих шариков. Эти шарики, будем говорить, такой материал, наверное, для начинающих. Декоратор, это, наверное, такая находка. Вот. Ну, и для тех, которые уже, так сказать, бывало, тоже это будет хорошим подспорьем их, так сказать, портфолио. И сейчас я попробую уже вам показать, чтобы, так сказать, не разбивать видео на мелкие фрагменты, как, что мы делаем дальше. Вот. Сейчас я возьму, наверное, с угла. Теперь мы накрываем наш рисунок. И что происходит? Получается, за счет одинаковой фракции этих, ну, этого наполнителя, у нас заполняется, вот, наши, будем говорить, островка, да. Мы его обобщаем, будем так говорить. Но за счет вот этого вот рисунка, вот этих всех краев, они будут играть в переливе. То есть вот я сейчас смотрю, вот такая получается интересная эффект. Вот если я так близко его поднесу, надеюсь, он будет видно эффект. Значит, дальше что? Получается, на определенном этапе, там, может быть, это будет, может, минутка, другая. Вот. Вот. Мы его сможем еще и забархатить. То есть вот так, как работает шелкография, так же работает наш античный бархат. Вот у нас есть вилута, очень похож на него, только он уже без стеклянных шариков. Но тоже с там секретным наполнителем. Вот. Еще, наверное. И тоже, ну, я бы уже показывал, может быть, где-то еще, так сказать, ацентирую внимание тоже. Вот. Как работа с ним, так сказать, доставляет, как любовь с первой, любовь с первой ложки. Вот. Есть еще один там прием секрета старых мастеров. Вот. Тоже могу порекомендовать, так сказать, вам использовать. Когда вот будете состыковку делать, вот, бывает у вас появятся, может быть, такие вот, вот, как мы называем, такая мелкая стружечка, да, когда там, или она так чуть-чуть где-то скручивается. Вот. Вот. То не обращайте на это внимание. Вот. Покажу, как это с легкостью убирается. Сейчас, когда наносите материал, то старайтесь уже с, будем говорить, с не готовой работы, на готовую уже выходить тоже таким легким маракешиком. И эту часть в середине тоже на крае. Старайтесь тоже, чтобы она была, так сказать, рваная. И вот тоже я, то что я сейчас прохожу, вот я его бар, бархачу. Вот. Вот. И если, например, мне там нужна состыковочка, да, я буду его там подбрызгивать. Вот. Вот. Это я сейчас еще чуть-чуть заселиваю. Можно вернуться и покажу, как я его в такую финишную. Вот. Вы увидели, мы покинули маракешик, кинули на крылья, да, нашим античным бархатом. Теперь. Сейчас попробую вам поближе показать. Теперь мы последний штрих. В чем он заключается? Бывает, что когда вот мы там стыковал, кидали еще, может где-то мы там пропустили, или какой-то наплывчик, и нам там не очень, так сказать, нравится рисунок, то что мы можем сделать. Ну и вообще добавить, так сказать, вот в этом случае нужно было, так сказать, делать фактурку. Здесь получается скользящий свет. Светильники. Вот такого плана, чтобы вы понимали, светильнички будут. Вот они на потолке. Вот. Поэтому я решил немножко сделать акцентик. Еще маракешика добавляем. То есть это он уже идет такой легкий-легкий-легкий, практически такой, как мы говорим, такой легкий изюмчик. То есть он практически такие мелкие-мелкие. Там вот эта мелкая-мелкая фактурка. Что она нам дает? Сейчас я чуть нанесу и покажу, как мы будем дальше. какие наши дальше будут движения. То есть получается, мы положили материал. вооружимся, так сказать, еще одним инструментом. Это водичка. И смочили наш. Можем смочить немножко. Отлично. И что мы делаем? Мы заглаживаем. вот такими восьмерочками. Можем еще там круговыми движениями. Заглаживаем наш античный бархат. Что это дает? Ну, это дает опять игру, перелив. Еще раз повторюсь, да, что все-таки античный бархат. Это как такая перламутровая штукатурочка. За счет фракции мелких перламутровых частиц слюды. И вот этот секретный градиент, как мы говорим, стеклянные шарики. Создается что? Фокус. Если, например, это внимательно присмотреться, то если мы, например, сыграли бы на цвете, то есть добавили, ну, даже чуть тон, там светлели, темнее, на подложке откорисовали, то у нас получилась бы глубина. То есть материал, за счет этих вот сфер стеклянных, микроскопических, он такой полупрозрачный. И у нас светится, получается, здесь работает. Свет так не очень. Конечно, надо было поставить лампу. Но сейчас я поменяю немножко свет. Ставлю ее. Чтобы нам не создавал тень. Камера. И вот я сейчас попробую. Даже так, просто близко поставлю. Покажу, что у нас. За счет вот этих перелометровых частиц, которые находятся здесь, то получается здесь такая частиц, как зеркальце. То есть они то ложатся против света, то за светом. В зависимости от того, куда мы положим шпак. И за счет этого они под определенным углом или матовые, или глянцевые. То играют на солнце, то теряются. Вот. И вот за счет этого создается такая игра света и тени. Ребята. Еще минутку. Внимательно. Внимательно. Какой. Делайте лучше. Решил вам занять. Хотел, да, еще один момент обсудить с вами. Значит, по густоте. Вот видели, он был такой пластилин. Вот такая густота, когда я уже его наношу. Ну и на первый слой для рисунка. И для того, чтобы накрыть. Значит, что здесь важно? На что стоит обратить внимание? Ну, наверное. Сейчас я посмотрю, как оно там было. Показываю. Нормально. Вот так, наверное. Значит, когда мы наносим материал. Во-первых, материал очень такой. Очень интересный в нанесении. За счет вот этой фракции стеклянных шариков. Вот. Такое ощущение, что эти стеклянные шарики, они катаются. То есть это не кварц, это не мраморный наполнитель. Не керамический. Вот именно вот этот фокус. Они распределяются по толщине. То есть вы не снимете ни лишнего. Вот. И еще один момент. Когда будете наносить материалы. наносим. То можно использовать, как я вот использовал здесь, водичку. То есть, может, вы увидите такую вот. Там на стыках, да. То есть мы на стыках делаем еще раз такой маракешек. Вот. И что мы делаем? Мы сбрызгали. Небольшое количество. И водичка дает нам такую, тоже как смазочку, наверное. По тому материалу, который мы вот только нанесли мы пару минут назад. То есть он там не будет магнитить. Не будет, так сказать, вам скручивать материальчик. Вот здесь попадаются такие песчинки. Углаят. Ну сразу же их вытащить можно отсюда. И обратно таки загладили. Песчинка циропает. Прыгает на шпатель. Все. Ну и старайтесь то, что вот эти движения тоже у вас были такие целенаправильные, что если шпатель и выходит на сделанную поверхность, значит еще раз вы ее чуть смочили и загладили. Все. Вот будет вот такое подспорье с секретами старых мастеров. Еще раз, значит, мастеринчик. Вот оно мы видели, да? Я при вас нанес. чуть как прошло время, вот оно начало вроде как скручиваться. Вот этот, я его смочил. и загладил. Вот это такое, как я называю, перламутровое молочко. Тоже только начало крутить где-то на свежеположенном водичке. и будет вам счастье. И тут оно-то опять-таки, оно и бархатит его, и заглаживает. В общем, массу удовольствия. Как говорил валетчик. Мой напарник. Вода волокусы ломая. Гребли. Так что, ребята. Так, ребята. Сейчас. Еще один. Не включайтесь. Не дали буду. Минутку таскать вашего драгоценного времени. Внимание. Опа. По античному бархату. Последние, так сказать, последние штришки. Значит, что здесь интересного я заметил. Ага. Тут тень, конечно, серьезная. Пробую сейчас выставить. Надеюсь, будет хорошо видно еще, может поближе. Итак. Вы уже там видели. Накидываем ракешек. Легкий. Уже я вам показал по освещению. Да. И здесь важно, что. Когда накидали его маракешек. Важно его чуть-чуть сбархатить, как я говорил. И хотел поделиться, когда это лучше делать. Вот здесь я уже нанес его чуть раньше. И что я заметил. Ну, во-первых, да. Мы походим в разные стороны. И такое ощущение, что он чуть-чуть магнитит. Вот когда он чуть, так сказать, отдаст влагу немного. Вот. Он начинает. Вот когда эта штука магнитит, тогда это показатель для вас, что стоит уже забархатить. Вот. 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 Ну, бывает, как-то, что где-то я чуть больше заварочки кинул, а он начинает его прихватывать. Вот так это не страшно. Добавляем немножко водички. И все. У нас получится. Вот. Вот такая вот. Чуть, видите, больше долг положил. Ну, сейчас оно прихватится. я буду. Все будет нормально. Вот. Я пока чуть ниже пройду уже. Там же тоже, опять-таки, может быть и выготовочка на стенке тоже. Идеально ровно. Это же не бильярдный стол. Не страшно. Чуть-чуть. Позже я к нему подойду. Кто-то там пишет, пишет. Да. Может быть, надо было на толщину земной чуть его сыграть. Ну, или опоздал. Я чуть больше положил. Но это уже, так сказать, другая история. Здесь я вам покажу, как это смотрится. Мало. Ага. Засада. И так засада, и так засада. Вот так попробую показать, как оно. С переливом. Боковой свет. Вот это наш античный бархат собственной персоны Сатифи. Ну, что, ребята, могу сказать. Вот так. Так что в восторге, конечно, я от античного бархата. Прошел, так сказать, тест-драйв сегодня. Это я сегодня у нас, как и, премьера у меня, так сказать, по античному бархату. Это я делал только на экспозиторчиках. Ходил, так сказать, только на мастер-классах. А сегодня и у меня и у вас такая потрясающая возможность наблюдать этот материал. Наблюдать этот материал уже в живую, так сказать, на непосредственно объекте. Вот. Почему говорю, в восторге? Ну, наверное, одел очки, да? Я уже сейчас такой... Войду в образ, вхожу в образ. Ну, во-первых, получаешь действительно удовольствие от нанесения материала. Вот как он играет. Как он ложится, как он искрится, да? Как идет тут перелив. Пока я был без очков, в принципе, не видел. Ну, как... Не то, что не видел, кое-что видел, конечно. Ну, очки, получается, у меня для чтения. Вот я там поправлял кирпич. Верене, дикий камень. Вот. И... Ну, там примыкание, может быть, думаю, где-то полосочки. Вот. Вот. И... Одел очки, так сказать. Я взял, так сказать, уже шпатель поменьше. Сто двадцать, сейчас отсадочку. И, конечно... Ну, сейчас погуще у меня. Вот. И тут, конечно, я получаю массу задоволония от процесса. Думаю, что это будет мою копилку любимых материалов. Попел, так сказать, еще и античный бархат. Вот. Что скажу? Ну, во-первых, удовольствие в работе. Так сказать, он мягкий, пластичный. Он позволяет... Вот я вижу то, что я вот делал подложку. Я вот представляю, что если ее сделать... Ну, как он может выглядеть многоцветно, когда сделать подложку. Чуть темнее или чуть светлее. Представляю, как он будет работать, когда подложку я буду делать из модельных масс. Тоже можно попробовать многоцветные. Что он будет... Я там делал... Ну, первый... Ну, пробник, что ли, по цвету для заказа щека. Вот сделаю там кофе. Ну, такой... Как-то пучинка, только чуть темнее добавил. Ну, пол темный. Ну, и плитка такая тоже. Ну, мол, вы держать его, отыскать. Ну, и... Тут мягкий уголок уже лежит. Тоже такой. Ну, хозяйка же, сделайте осветлее. Здесь у нас мало света. В общем, хорошо. Сделали светлее. Вот. Мне пришлось его переложить, перекладывать. И поэтому там были видны... Такие... Ну... Под низ фрагмента. Конечно, там... Писку, виску. Еще уже отдел очки. Ребята. Очки. Чего стоит. Вот. Старик Хэнк. Поэтому... Что могу сказать? Не откажите себя в удовольствии. Вот. Античный бархат. Сатифия. Вот. Я работал в Вилута. Тоже на объекте. Даже на двух. Получается. У меня была такая счастливая навода. Тоже. Получил, так сказать, массу задовольния. И, так сказать, от античного бархата. Поэтому, так сказать... Может быть, Игорь Петрович будет смотреть это видео, так сказать... Снимай шляпу. Шикарный материал. Так сказать. Благодарю. Нашего технолога. Я тоже никак не могу привыкнуть. Ха-ха. Когда я говорю о трейдерах, то подразумеваю, так сказать, арт-фреско. Вот. Когда я говорю о арт-фреско, то подразумеваю, да, трейдерс. Ну, ребята, многие спрашивают меня, так сказать... На каком, так сказать, положении у трейдерса. Я технолог. Я технолог. То, что, так сказать, мастерская, творческая мастерская, арт-фреско. Это... Это... Бум говорит, мы так объединили. Объединили усилия, так сказать... И... Получили такой интересный тандемчик с Игорем Петровичем, Сергеем Владимировичем, лица директора, так сказать... Нашего непосредственно, надо сказать, спонсора. Вот. И... Игорь Петрович, конечно, с 25-летним опытом, как... Технолог, да, еще и как декоратора, конечно, получаются потрясающие качества. Они находятся под него вещи. Ну и плюс... Понятно, что не исключительно... Ну, не берут, ну, не снимая со счетов и... Руку мастера. Конечно, тут ваш покорный слуга. Я, так сказать, приложил золотые ручки. Но могу, да, показать еще раз. Вернусь, так сказать, по материалу, как говорится. Рекомендую. Рекомендую. Вот. Попробуйте. Я... Уверен, да, что вы... Получите массу удовольствия при работе с этим. Удивительно, да. Не побоюсь этого слова сказать. Удивительно. Так. Еще немножко вам... Своей физиономии таскать понадобедаю. Когда мы делаем античный бархат. Может быть, это было там вилота. Важно на следующий день пройтись еще таким макаром. Чтобы убрать заусенцы. Когда мы даже марракешек делаем или там делаем другой там... Бизантий. Обязательно. При том, что мы его заглаживали. Вы же понимаете, там с водичкой. Все равно стоит пройтись еще таким макаром. Почему это важно? То есть получается, если декор вызывает, так сказать, восторг, интерес, то, как правило, заказчик, он подходит и хочет потрогать. То есть на тактильность. И будет, так сказать, не очень приятно, когда он, так сказать, видит в глазах, так сказать, такой бархат. Такую, так сказать, парчевую ткань. А когда на прикосновение, так сказать, он ощутит такой дискомфорт. Какие-то будут здесь заусенцы. То есть желательно все это убрать и так ладошечкой пройтись. Хотя бы перед, перед глазами. Я не говорю, что там весь, весь объем. Но главное, что вот перед глазами, вот на такую, как ладошка. Вот этот фрагмент. Его обязательно. Вот такая небольшая ремарочка от Стрика Хэнка.